Друзья, всем привет! В эфире рубрика Обзиратель и на обзоре очередная посылка из Китая. А что же я заказал? Сейчас мы все это узнаем. Да, эта штука вполне себе ожидаемая. Это в этой коробочке находится не что иное, как USB микрофон. FIFIN, FIFINE, как хотите, так и читайте. Вот такой логотип этого микрофона. Свой выбор я остановил на этой модели. Ой, какой же шлапочка интересная и красивая. Я знаю, что уже появился старший брат у этого микрофона. У него заявлены более крутые характеристики и возможности и все прочее. Но я почему-то посчитал и решил, что мне хватит вот этой модели. Комплектация. Это сам микрофон, который берешь в руки. Знаете, берешь вещь и неприятно держать в руках, а это берешь вещь и чувствую, что это вещь. Она, во-первых, металлическая, очень такое хорошее покрытие краски, но приятно. Крутилочка тоже приятно. И в комплект идет вот такая тренога. Основание, мне кажется, это из резины все-таки, либо такой пластик, знаете, как называется, резинообразный. На самой треноге в верхней и в нижней части мы видим логотип производителя. Вообще, выпуск комплектующих под своим брендом это хороший знак. Тренога такая, увесистая, ну и в принципе, вполне удобно, устойчивая. Вообще, FIFINE, ну я буду так читать это название фирмы, позиционирует себя как премиум бренд. И год основания фирмы 2009-й. Им удается продавать действительно качественные изделия, которые по своим характеристикам не уступают именитым производителям, но имеют более привлекательную стоимость. Например, вот эта модель, которая у меня сейчас в руках, стоит порядка 30 долларов. И это, хоть и USB микрофон, он все-таки конденсаторный. Был создан, как оптимальный вариант для вокала, озвучки и потокового вещания. Корпус металлический. Сетка тоже металлическая. Внутри спрятан конденсаторный капсюль с крадиоидной диаграммой направленности. В обзорах на YouTube было заявлено, что он неразборный. Однако, по бокам вот тут есть винты. И, если присмотреться внимательно, мы увидим, что это винты под шестигранный ключ, а не просто какие-то углубления. Регулятор чувствительности находится прямо на самом корпусе микрофона, и это действительно удобно. вращается приятно и плавно. Я не ощущаю никаких сопротивлений при вращении. Также, производителям заявлено, что внутри корпуса есть собственная схема шумоподавления. Подключение к устройствам осуществляется через стандартный USB-разъем. То есть, дополнительные блоки либо какие-то особые драйвера не требуются. Он прекрасно определяется операционкой и прописывается в системе. И это плюс, потому что нет необходимости нагромождать дополнительное устройство в рабочей зоне. В случае необходимости установки на штатив необходимо использовать переходник, адаптер 5,8 дюйма на 3,8 дюйма. Однако, как мне кажется, для большинства нужд будет достаточно штатной треноги, которая входит в комплект. Поворотное крепление позволяет размещать микрофон как по вертикали, так и по горизонтали. USB-кабель несъемный. В следующей модели K670 это уже учли и исправили. Наверное, это единственный недостаток этого микрофона. Также, в следующей модели вместо треноги уже решили использовать станину. Ну, теперь, для сравнения проведу несколько простых тестов. Первый тест это камера, на которую сейчас идет съемка. Съемку я веду в гараже. Здесь есть посторонние шумы, в основном от ламп дневного света. Сейчас несколько секунд тишины, чтобы вы могли услышать, как микрофон, встроенный в камеру, направленный, причем, справляется с посторонними шумами. Следующий тест на фотокамеру Canon 70D. Свет я не отстраивал, поскольку сейчас важно услышать звук. И снова несколько секунд тишины. Так, следующий тест я провожу запись с помощью встроенного микрофона в планшет. В данном случае звук с планшета подложен на дорожку видеозаписи. Тест на тишину. Следующий тест запись звука на встроенный диктофон в телефоне. Также тест на тишину. И последний тест это запись на вот этот планшет уже с помощью микрофона, который мы тестируем. Расстояние вот примерно вот такое, да, расстояние вытянутых пальцев в мизинце и большого. Регулятор мощности, чувствительности у меня ну где-то порядка 15% сейчас поставлен. И давайте протестируем на тишине. Я больше чем уверен, что будет посторонний шум, конечно, слышен, потому что нет здесь никакой у меня звукоизоляции, плюс присутствуют посторонние шумы. Но проводил сейчас просто неудобно мне будет камеру взять в эти места. Пытался я делать себе какие-то звукопоглощающие скажем так кабинки, какие-то ширмы и прочее. И результат очень и очень даже. Скорее всего для этого микрофона я сделаю небольшую такую будку, такие ширмочки с поролоном просто отбивать лишние шумы. Поскольку моя цель это не вокал, не профессиональная запись, это больше все-таки озвучка. Озвучка с музыкальным фоном вот как сейчас звук вы слышите он никак не обрабатывался. Я думаю, что это очень даже неплохой показатель. Сейчас я разговариваю и начинаю вращать сразу же одновременно регулятор чувствительности. Вот примерно сейчас он составляет порядка 25% вы чувствуете уже усиление. вот порядка 50% я не меняю расстояние между микрофоном и мной. И вот примерно сейчас 75% для сравнения и полностью на 100% я выкручиваю сейчас микрофон. Вот сейчас наверное будет даже слышно любое дыхание и очень хорошо будет слышно помещение. А сейчас я поверну микрофон к источнику шума который вообще находится на потолке. Да я даже вижу по записи что уже появились какие-то возмущения то есть он это все очень хорошо на это все реагирует захватывает. Так что в порядке эксперимент пробные записи делаем при определенных при конкретных точнее условиях если будем делать то можно добиться вполне себе хорошего звука. Я считаю что этот микрофон за свои деньги ребята еще раз 30 баксов это просто замечательная часть тестов я решил провести в своей рабочей зоне где я обычно и работаю и очередной испытуемый это вот такой микрофон петелька тоже купленный в Китае. Вот в принципе еще один вариант проверки микрофона петельки когда-то брал и мне вам показалось что для каких-то бытовых он пригодится но показывает вам не очень хорошие характеристики тоже сейчас очень шумное место кстати говоря то есть у меня вентилятор на контейнере очень хорошо я думаю что тест на тишину это тоже будет тест на тишину для примера сейчас я просто сниму экран на камеру я думаю в тишине будет слышно с камерой как хорошо шумит мой ноут так ну и пожалуй наверное последний тест в очень шумных условиях микрофон у меня стоит прямо на рабочем месте здесь то есть задняя стенка его как раз улавливает шумы я разговариваю спокойненько вот усилитель на таком положении у меня сейчас находится и вы можете слышать качество звука которое получается обратил внимание значит смотрите еще какую вещь просто достаточно хотя бы взять какую-нибудь книжку которая будет выполнять роль экрана помещаю вот сейчас я с этой стороны помещаю блокнот и начинаю что-то говорить убираю блокнот да я когда тесты проводил разницу ощущал то есть самый самый простой экран уже очень хорошо начинает отбивать посторонние шумы ну и соответственно давайте тест на тишине что ж я думаю достаточно тестов чтобы уже просто представление хотя бы минимальное иметь даже о том какое качество может предоставить вот этот малыш я надеюсь что обзор был кому-то полезен ссылку традиционно на данное устройство я оставляю в описании с вами же прощаюсь благодарю за просмотр и всем до новых встреч пока